Мы брали сахарами. Получается, началось всё с того, что мы изучили историю нашего родного края, Корабельного региона, Октябрьского. На этой территории было когда-то два больших храма и монастырь. Монастырь был там, на территории внешнего завода «Океан». А два храма было. Один, Святаго Духа, был на месте 47-й школы на улице Торговой, на Повороте. А второй храм, Богоявление в честь Погоявления, был на территории нынешнего памятника Альшанса. Когда-то наш её назывался Богоявленский. И источник до сих пор есть Богоявленский. История была такова, что люди, проживающие в том районе, как он оказался непригодным для жизни, люди хотели уйти. И Господь явил чудо и забил источник Богоявления. Люди остались проживать, и в дальнейшем район стал просветать. Были построены два храма. А вот храм, который в честь Богоявления мы хотели восстановить. Мы задались целью, начали искать материал, но, к сожалению, фотографии его не сохранилось. Мы искали и в России, и в Санкт-Петербурге, и в Украине. Нигде мы не нашли нового отстроенного храма. Мы знаем, что его взорвали, по-моему, преступлением. Мы попытались, как бы, с 2006 года занимались этим вопросом уже больше 9 лет. В госполкоме попытались попросить место, там, где был этот храм, там, где памятник Кальшатца. Нам ответили, что это очень сложно, так как памятник переносить, это вопрос серьезный, решается в Киеве. Рада, да, Верховная решает? Да, да, да. Компетенция не Гурсовета, а Верховная Рада. То есть это будет сложно. Хотя мы хотели просто перенести его чуть-чуть и рядом построить церковь, чтобы также служить молебны возле памятника за погибших. Вот, ну, нам в этом деле отказали. Также мы искали, просили место вообще, в целом, где-нибудь в центре Октябрьского, так как известно, что храмы нужно строить в центре, чтобы было удобно всем людям добираться. Вот, ну, у нас, как бы, наша община допустила ошибку, что не нашлось, как бы, лидера. В тот момент все были заняты своими делами, поэтому все это дело скинули на батюшку. И батюшке пришлось бегать с этой документацией. Вот, расскажите, пожалуйста, в каких местах нам предлагали, ну, места какие, и почему нам там много было? Мы спрашивали, а нам отказали. Самое первое место, которое мы спрашивали, это было возле Бодолея. Так как это место было бывшим кладбищем, его переносили, мы хотели там построить храм. Это самое пустое место, где вот можно в центре найти. Потому что Октябрьское заселено настолько плотно, что где-то найти где-то место свободное, чтобы что-то построить, это просто невозможно. Нам тогда отказали, тогда еще человека был жив. Отказ был таков в документе, что там проводится мероприятие гуляния День Металлургов, и там храм невозможно построить, потому что там всегда проходит гуляние. Там цирк всегда ставят, но потом даже по техническому вопросу, когда мы больше углубились, там оказался конвенционный коллектор, и даже для строительства, там просто место неприводно. Потому что сейчас там парковая зона, там делали парк для скейтов, для катания, для молодежи. Потом мы начали искать дальше места. Места разные мы искали, и на территории больницы, и возле инкомаркета, это район Артема. Это спальный район Артема, и эти места все заняты, поэтому больше не было где. Поэтому я обратился потом к ЖУК Него ради, возможно ли за счет земель Дома Культуры построить там, отчудить, и построить храм на этом месте. Подал письмо, и мне не наказали, пошли навстречу, и начали сопрощаться процессы выделения земель. Это в каком году уже было? Текущее или? Это было в 2014 году. Потому что начали мы земель искать с 2006 года. То есть это происходит. Мы там пробовали, то в одном месте, то в другом. То, что нам предлагал исполком, это было уже за балабаном. То есть или где уже заканчиваются вообще жилые дома, просто помню. Или в начале Октябрьска. То есть то, что для людей будет просто неудобно. Да, изначально у нас цель была, чтобы многие бабушки жаловались, что им далеко добираться до храма. Многие с детьми говорят, у нас нет машины, нам это далеко добираться. Известно, что в храм нужно ходить пешком. Жилась она. Плюс рядом больница. Много больных, которые говорили, что мы бы пошли, если бы было бы рядом. Поэтому цель была искать в центре, а не где-то за городом. На данный момент, как я понимаю, вопрос уже вынесен на сессию. Погодь, женя, комиссии. Мы прошли одну сессию. То есть выделение земли уже было. Горисполком дал нам задачу сделать проект землеотвода, который мы выполнили. Все требования исполкома мы выполнили. Сейчас нас просто отодвигают. Пластяна вопрос переносит из-за того, что там есть предприниматель, который как раз на территории, где храм отделяется. Это его здание маленькое. И он против. И житель, который возле себя собрал, у тех предпринимателей, то есть они сейчас выступают против. И потом наш вопрос дальше не делается. Еще год назад у нас уже были готовы все документы. Мы собрали, нам сказали обойти вокруг людей, спросить, согласны ли они о том, что там будет строиться храм. Мы собрали более двух тысяч подписей за. То есть все как бы наоборот обрадовались и ждали дальнейших действий. Но вот частный предприниматель, который находится на углу территории отведенной, он оказался против. Естественно, его интересы не входят в строительство храма, потому что действительно... Она просто сейчас говорила о том, что выделение земли было незаконным. Потом мы взяли юристов, чтобы рассмотреть действительно все ли было, все ли мы шаги исполнили. Храм. Исполнили.